Детская смертность от ковида в мире 0,005%. Это 50 погибших детей на миллион заболевших. Количество тяжелоболеющих, которых нужно лечить в больнице, в 100 раз больше. Кроме того, у части детей развиваются постковидные последствия. От ковида нет лекарства, но есть прививка, которая помогает защитить от тяжелых последствий. 24 ноября зарегистрирована первой в России детская вакцина от коронавируса. В марте препарат поступил в нашу больницу. У нас вакцина Дамкоид-фак, спутник М. Информацию сначала поступает в школу через медсестру. Медсестра все говорит деткам. Дети прививаются с возраста 12 лет до 17 включительно. Медсестра передает родителям информацию о вакцинации, а далее родители уже сами записывают ребенка на прививку через портал пациента и обязательно вместе с ним приходят на процедуру. В поликлинике ребенка осматривает врач, измеряет температуру, сатурацию, давление, смотрит горло, слушает фонендоскопом. Кроме того, доктор дает пациенту и родителю полную информацию о вакцине. Идем в прививочный кабинет, там все это делает. Медсестра делает прививочного кабинета прививку и дает им памятку тоже. Рассказывает, какая вакцина и когда будет очередная вакцинация, потому что она двукратная. Спутник М создан на платформе вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК, спутник ВИ, но дозировка у него уменьшена в пять раз. М в названии означает «для маленьких». Как и у прививки для взрослых, у препарата для детей есть ряд противопоказаний. У кого есть аллергические реакции, предыдущие прививки были с тяжелыми какими-то осложнениями, и то не мы решаем, а комиссионно направляем на прививочную комиссию, там уже ребенка отводим. В первую неделю прививочной кампании первую дозу вакцины получили 26 подростков. Юле 14 лет. Решение сделать прививку она приняла сама. Родители ее поддержали. Я переболела, мне не понравилось. Я решила сделать прививку, чтобы больше не болеть. У каждого подростка, пришедшего на вакцинацию, свои причины. У Антона ковидом болела мама. Болезнь протекала долго и достаточно тяжело. Повторение истории молодой человек не хочет. Прививку сделали, как вы чувствуете? Нормально, прививка не больно, как обычно, только меньше объем. Это было ваше решение или родители настоящие? Мое. Это мое личное решение. После прививки пациентов просят полчаса посидеть. Медики наблюдают за их состоянием. На следующий день здоровье ребенка контролирует школьная медсестра. Сильных побочных явлений за время вакцинации не выявили. Все у нас, слава богу, штатно проходит. Дети реагируют на эту прививку хорошо. То есть у крайне малого количества детей отмечалось повышение температуры, которое держалось буквально полдня, и дальше температура проходила. То есть даже учебный процесс был в полном мере. Либо кто-то один день пропустил, и это допустимо. Как говорит Марина Алексина, проблем с поставкой вакцины не будет. Препараты закажут столько, сколько нужно. Главное – это желание пациентов и их родителей защититься от коварной болезни. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.